Готовность 90%. На стадионе 12-й школы работы практически завершены. Осталось посеять газонную траву и засыпать искусственный газон. И уже с 1 сентября здесь можно проводить спортивные занятия. Стадион входит у нас поделено, так скажем, на четыре зоны. Первая – это лекоатлетическая зона, 250 метров она составляется с тремя дорожками. Яма для прыжков в длину. Потом у нас есть рекреационная зона. Если мы увидим, она там будет вначале. Потом зона для воркаута с тренажерами. Потом универсальная спортивная площадка, которая сочетает в себе баскетбольную и волейбольную зону. И поле для мини-футболок. Впервые о реконструкции стадиона 12-й школы Дмитрий Авдеев заговорил в 2013 году. Тогда проект внесли в план социально-экономического развития города. В течение нескольких лет депутаты при корректировке и обсуждении бюджета пытались вновь и вновь вернуться к вопросу. Однако сдвинуть проект с мертвой точки удалось лишь в прошлом году. Дмитрий Авдеев при поддержке депутатского корпуса смог инициировать реконструкцию стадиона. Из бюджета выделили деньги, нашелся подрядчик, заключили договор на выполнение работ. На второй день реконструкции выяснилось, что суровые советские строители под школьным стадионом обеспечили 50-процентную подложку из бетона. Это взлетно-посадочная полоса. Ни в объемах работ, ни в проекте это не было учтено. Экскаваторы не справлялись, пришлось использовать гидромолоты. Это время, это деньги, но ничего, справились. Дальше проблемы посыпались как из рога изобилия. Сложности с поставкой бетона, отсутствие на площадке воды, не объективный куратор проекта с лишними проверками, которые тормозили работы. У нового стадиона были все шансы повторить судьбу саровских долгостроев. Но, тем не менее, объект сдается в срок. Секрет прост, признается Дмитрий Авдеев. Полная включенность в проект и контроль на всех этапах его реализации. Все возникающие у подрядчика проблемы депутат решал лично. Обращался за помощью к главе города, в департамент образования, главе госэкспертизы и даже к мэру Арзамаса. Если курить бамбук, сидя в кабинете, вот эти проблемы, которые купятся у подрядчика, они приобретают необратимый характер. И его, собственно говоря, закапывают. А дальше уже, дальше у нас сценарий уже опробирован. Уголовное дело, Чавадан, вокзал, Эмираты. Поэтому, чтобы вот этого не допустить, я, собственно говоря, в сплотную работал с подрядчиком. После каждого этапа подрядчик готовил для депутата справку о выполнении работ и их соответствии дорожной карте проекта. Все эти документы Дмитрий Авдеев публиковал на своей странице во Вконтакте. Таким образом, следить за ходом строительства могли все горожане. А уже в сентябре саровчане смогут лично оценить качество выполненных работ. Введут стадион в эксплуатацию перед началом учебного года. Лидия Шулаева, Евгений Шикарев, Кирилл Новикевич, Служба новостей, Саров-24.